Добрый вечер, это новости. Меня зовут Артем Липин, и я коротко расскажу о главных событиях сегодня. За сутки в Латвии зафиксировано 249 новых случаев COVID-19. Уровень заболеваемости достиг 96,6 случая на 100 тысяч жителей за 14 дней. Лаборатория МФД Веселебесгруппа не смогла обеспечить отдельные школы тестами слюны на COVID-19, которые необходимы для тестирования учащихся до начала нового учебного года, сообщила министр образования и науки Анита Муижницы. Минздрав также подтвердил в Твиттере, что когда начались скрининговые тесты на COVID-19, для учащихся были выявлены ситуации, когда из-за поставщика лабораторных услуг провести тесты оказалось невозможно. Национальная служба здравоохранения обсудила проблему с МФД Веселебесгруппа и ожидается, что лаборатория улучшит организацию тестирования, чтобы подобные ситуации в будущем не повторялись. В свою очередь Минздрав приносит извинения всем, у кого возникли проблемы из-за скрининговых тестов. Непривитые от коронавируса депутаты Сейма должны будут сами оплачивать тесты на COVID-19, чтобы принимать участие в очных заседаниях, свидетельствует постановление Сейма. Депутаты, не имеющие сертификата COVID-19, подтверждающего факт вакцинации или перенесенного заболевания, смогут участвовать в очных заседаниях только с сертификатом, подтверждающим отрицательный результат теста на коронавирус. Депутаты могут пройти любой тест, позволяющий получить такой сертификат. Депутат Сейма Вячеслав Домбровский и бывший глава Министерства внутренних дел Сандес Гиргенс договорились объединить силы и вместе создать политическую силу Республика. В партию войдут члены и сторонники Объединения Республика 2030, а также единомышленники Гиргенса, в том числе его брат депутат Каспар Гиргенс и депутат Эрик Пуцинс. По словам Домбровского, Республика будет прагматичной и профессиональной центристской партией, главной целью которой является повышение благосостояния каждого жителя Латвии. Во вторник, 24 августа, сотрудники государственной погранохраны предотвратили попытки 68 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Отмечается, что до этого три дня подряд не было замечено ни одной попытки нелегально пересечь границу. Напомню, что с 11 августа в приграничных краях Латвии и Далгопилсе объявлена чрезвычайная ситуация. Бюджетно-финансовая комиссия Сейма концептуально поддержала законопроект о выплате компенсации в размере 40 миллионов евро еврейской общине в течение 10 лет за собственность, утраченную во время Холокоста. Девять депутатов от нескольких партий проголосовали за дальнейшее продвижение законопроекта, а двое депутатов национального объединения проголосовали против. Александр Кирштейнс из НАЦОбъединения попросил неделю времени, чтобы обсудить этот вопрос во фракции и на заседании коалиционных партий, но его предложение было отклонено. И о погоде. В четверг на большей части территории Латвии будет пасмурно, ожидается дождь, температура воздуха достигнет 14-15 градусов. В Латвии, в свою очередь, завтра будет облачно, без осадков воздух прогреется до 20 градусов. Спасибо за просмотр. Главные новости дня вам рассказал Артем Липин. Редактор субтитров А.Семкин